День 2. Чудесное рождение Во дни Ирода, царя Иудейского, послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, имя же Деве – Мария. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Как это будет? Ведь я Дева. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим, и царству его не будет конца. И пошла Мария в город Иудин к родственнице своей Елисофете, которая после многих лет бесплодия ждала ребенка. Елизавета! Мария! Сестра моя! Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего. Ибо когда твой голос услышала я, взыграл младенец радостно во чреве моем. Величит душа моя Господа. И возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем. Ибо отныне будут ублажать меня все роды. Знайте, жители Назарета, вышло от римского императора-кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Каждый человек должен записаться в городе, где были рождены его предки. Пошел Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, записаться с Мариейю, обрученной ему женой, которая была беременна. Не было им места в гостинице и обреля они пристанище в простом хлеву. В той стране были на поле пастухи. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. Родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И поспешили тогда пастухи, и увидели младенца, лежащего в яслях, и разнесли добрую весть о рождении Спасителя. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус. В каком смысле Дева Мария является примером для подражания? Как отреагировали пастухи? Как реагирую я, услышав Слово Божье? Как реагирую я, услышав Слово Божье?